Вас фотографирую, сейчас я вас отправлю, куда надо. Я говорю, Закускин, что я сделала вам плохое? Оставьте меня, пожалуйста. Почему вы все время на меня налетаете? Я бабушка, 68 лет. Мне колени болят, мне на колени надо это делать. Мне не было там три штуки даже. Он взял мой ящик, ногами это. Я тебя депортирую. Я говорю, как ты меня депортируешь, когда я чеченка, я россиянка. Я за ним иду, показывать ему паспорт. Он мне взял с этого машины, сел быстро, с машины, с зеркала, опустил свое зеркало. И это баллончик. Раз. И я вообще ничего не вижу. Потом скорую вызвали. Я на Бауманске пошла, у меня страха есть, все есть. Ну, я не знаю, так можно относиться с бабушками. А вы обращались в полицию, может быть, по поводу повреждений, вот справку, стромпункт у вас есть? Я отправлю везде, куда надо. Да, пускай они сами решают с ним, что надо. Я плохого, никому не хочу, не желаю. Я возле мечети стою. У меня, тем более, пост идет три месяца. Этот день у меня пост был, мне так плохо было. Я что ему сделала, чтобы он мне баллончиком брызгал? Скажи, а? Какое он право имеет? Есть. А я теперь, это, диаспор наш, Чеченский, пойду. Там тоже мне сказали, позвали меня туда тоже. Вот. Все мне это пишут, пишут, пишут. Вот на мой телефон все, все пишут. Спасибо. Старую бабушку обижать никто не дает, правда же? Мне колени, вот колени у меня, видишь? Колени. Я могу открыть и это завязать. Все бабушки знают, что я больная, что мне надо на операции. Ему тоже я сказала так же. Нет, нет, он все время, давай-давай, на меня кидается. Ну зачем кидаться? Скажи по-хорошему. Я пришел, я у права. Вам нельзя, уходите. Можно сказать? Я звоню вам по поводу, вы поняли, о чем я говорю. Да, да, понял. О женщине. У вас там такой шум, что говорить невозможно. Сейчас, секунду тогда, я прийду. Алло. Алло. Да, удобно. Почему вы себе позволяете так оскорблять женщину и брызговать? Дайте, я скажу, я вас выслушаю потом. Конечно. Я свое мнение хочу сказать вам, как вас назвать, не знаю, кроме урода какого-нибудь. Пожилая женщина, как бы это ни было, вы берете баллончик и глаза брызгаете баллончиком и уезжаете. Это что такое? Вы думаете, что вам, вы думаете, что это вам вот так оставят, что ли? Нет, Адон Султанович. Можно рассказать пою версии? Дай, 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 дай ты. Я скажу, и потом вы скажете. Да, конечно, конечно. Кто бы она ни была, какой бы национальности ни была, вероисповедания ни было. Вот так не поступают. Вы такие единроссы и как раз портят нам все. И вы не соответствуете, на мой взгляд, быть в этой партии вообще. Потому что сейчас такой общественный резонанс по этому поводу. Если бы вы говорили бы о каких-то террористах или экстремистах, людей, которые предают эту страну, это был бы один момент. Но вы пожилая женщина там зарабатывать, сидеть там, как и все остальные. Вы кроме нее, на нее только наезжаете. Уже мы поняли, что несколько раз это было. Знаете, что за это нужно будет отвечать. Что бы ни было, это не мужской поступок. И я не считаю вас мужчиной в понимании этой истории. Сегодня я поеду к ним, а мы ее набрать по телефону, извините. Если она там, я подъеду. Адам Султанович, а можно вас попросить о помощи? Да. Смотрите, ну, во-первых, очень много угроз сыпется в соцсети. Ну, оно не закончится, пока этот вопрос не решить. Мы же не можем всех в мире контролировать. Я понял, Адам Султанович, это сделано. Как, второе, как можете помочь с борьбой с нелегальной вот этой торговлей? И вы, в том числе, в том числе, в Москве и за пределами все знают, что мы курируем данное направление с нашими людьми. У нас очень тесные контакты с городом Москвы, с мэрией Москвы. Прекрасно решаем любые вопросы, сто раз сложные. Но для нас, вот то, что сейчас сделали, тут старая женщина, которую обидели, понимаешь? Поэтому вы абсолютно могли в любое время, в любое время с нами связаться. И в любое время мы могли бы помочь и помогаем днем и ночью. Не только в Москве, во всех регионах. Я, Адам Султанович, я, ну, говорю, у меня много знакомых и друзей теченцев, осетин, дагестанцев. Ну, правильно, слушай, я еще раз сказал, тут нет вопросов национальности или вероисповедания. Тут вопрос человечности, человечности, вы, мы, я, разницы нет. Я, я, я уже знаю за вас. Я не националист, и не, ну, мне кажется, говорю, вы понимаете. Ну, ну, я понимаю то, что вы говорите, но я по факту буду смотреть, как вы сделаете. А, Адам Султанович, вот, к сожалению, были согласен. Ну, все, давай. Все верно, спасибо, Адам Султанович. Давай, давай. До свидания.